Из того, что было сделано, он положил здесь шесть плиток. Здесь ничего не делал. А вот именно вот эти две стеночки штукатурила лично я. То бишь, грубо говоря, ничего не сделано. Несколько лет назад Елена затеяла ремонт. Нужно было привести в порядок коридор, туалет и ванную. Исполнителя нашла по объявлению. За работу и материалы заплатила 100 тысяч. По словам Елены, мастер как мог тянул время, пока квартира буквально пребывала в руинах. Потом уговорил женщину взять кредит еще на 100 тысяч рублей, чтобы все доделать. Платить обязался сам, но, по словам Елены, почему-то не стал. В итоге набежала весьма приличная сумма. В общей сумме ему было заплачено 100 по договору. Ну, на 3 тысячи поменьше. Потом был взять кредит на 100 тысяч, за который пришел заплатить 180 тысяч. Потом была машина продана, не знаю за сколько, камера, не знаю за сколько, был забран компьютер ребенка, за сколько он там продал, я тоже не знаю. Потом он занимал еще денег, 51 тысячу. С тех пор жизнь Елены превратилась в детективную историю, но все попытки найти как в воду канувшего мастера претерпели неудачу. Долговые расписки в наличии, но толку от них немного. Телефоны Алексея или выключены, или не отвечают. Возбуждение уголовного дела было отказано. В действиях мужчины не усмотрели состава преступления, предусмотренного статьей мошенничества. Ремонт Елена завершала сама, с помощью знакомых и друзей. И еще одного мастера, которому Алексей также забыл заплатить. Сейчас Елена надеется вернуть хотя бы часть средств. Я не привыкла не доверять людям. Почему я должна не верить человеку? Продолжение следует...